Здравствуйте дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме, комнатные растения. Сегодня мы с вами поговорим о способах размножения диплодении в домашних условиях. Цветок диплодения довольно популярное растение, выращиваемое в садах, оранжереях и домах. Популярность ее обословлена декоративностью и красотой нежнейших цветков яркого окраса, которые усыпают всю поверхность лианы или куста. Диплодения пришла к нам из тропических широт, а потому требует определенной доли внимания и заботы. Но все ее требования не так уж сложны, если разобраться в особенностях ухода за тропической красавицей. Как размножается диплодения в домашних условиях? Черенками, семенами и усиками. Мы именно сейчас это рассмотрим подробно. Давайте начнем с размножения черенками. Размножение диплодения обычно производится через стеблевые черенки. Их нарезают весной либо в июле со здоровых боковых стеблей. Весенние побеги должны быть зеленого цвета, а летние – полуодревесневшие. Срез нужно выполнять под узлом пластины листа, после чего его необходимо обработать в стимуляторе корнеобразования. Вполне подойдет корневин. Размножение производить лучше в период с апреля по июль. Дальше черенки срезаются весной, молодые побеги или летом. К этому сезону веточки мандевилы уже зреют и деревенеют. Все работы проводятся в перчатках. Помните о плохой репутации растения, то есть о его ядовитом соке. Черенки укореняют в смеси мокрого торфа и песка, углубив до самых нижних листиков. Делать это лучше в парнике. Перевернутая банка вполне сойдет, чтобы черенок содержался в тепле около 25 градусов. Горшок с малышом должен иметь дренажные отверстия. Именно сквозь эти отверстия черенок и поливайте способом наливания воды в поддон. Корешки у маленького саженца вырастают примерно через месяц. Когда он покажет признаки жизни, после корешков черенок наращивает молодые листочки. Его можно переносить в личный горшочек, наполненный более питательным субстратом. Иногда черенки укореняются в обычном стакане воды. Большинство сортов быстро отращивает в воде корешки длиной пару сантиметров, пригодные для жизни в грунте. Нижнюю часть побега перед укоренением желательно обработать фитостимулятором. Особенности. Срезая черенок, нужно следить за тем, чтобы на нем было две пары листьев. Для быстрого и успешного появления корней черенки заглубляют до первой пары листьев и размещают в помещении. Если нет возможности держать стаканчики с черенками диплодении в маленьком парнике или тепличке, то можно каждое укореняющееся растение накрыть прозрачным полиэтиленовым пакетом или частью пластиковой бутылки. Поливать с осторожностью по мере необходимости. Спустя примерно 4 недели на черенках диплодении появятся собственные корешки и ее можно будет пересаживать в коршок. Для черенков рекомендуется подобрать проветриваемое помещение с насыщенным рассеянным светом и температурой в районе 25 градусов Цельсия. Не стоит забывать о увлажнении грунта в коршке. Черенки будут укореняться примерно месяц, после этого их следует пересадить в отдельные емкости, диаметр которых не должен быть выше 12-14 сантиметров. При соблюдении приведенных выше правил ухода, цветение диплодении можно будет наблюдать уже на следующий год. Размножение семенами. В наши дни можно купить как коршок со взрослым растением, так и черенки. Но многие все еще выращивают диплодению из семян. Это действительно экономит много средств, но не времени и сил. Диплодению возможно размножить также семенным способом, однако он крайне не рекомендован в связи с тем, что всходы придется доращивать многие годы, даже с учетом самого тщательного и бережного ухода. Семена для посадки. Их высевают в легкий, слабокислый, чуть увлажненный грунт. Плошку с ними держат в тепле от 22 до 28 градусов. Такие условия легче создать в самодельном парнике, то есть накрыв плошку стеклом. Свет должен быть рассеянный, но яркий. Аккуратно поливайте грунт, а капли конденсата, оседающие на стекле, протирайте. Прорастают семена долго, от 2 до 4 месяцев. Когда вы увидите в плошке много зеленых головок, стекло можете убрать. Сенцы отрастили по паре настоящих листиков, тогда пикируйте их. Можно для этого использовать даже самодельные стаканчики, но снизу обязательно проделайте дренажные отверствия, чтобы выходила лишняя влага. Когда ростки дадут по 5 крепеньких листочков, их можно пересаживать во взрослые грунт и горшки. Уход за всходами. Слабые ростки диплодении нуждаются в бережном уходе. С появлением большинства из них защиту с контейнера убирают. Емкость размещают в теплом и светлом месте, защищают от прямых солнечных лучей и регулярно поливают. После появления первой пары настоящих листьев, всходы пикируют в отдельные небольшие емкости. При нарастании побегов на длину 10 см, молодые лианы по несколько штук, 2-3, пересаживают в горшки на постоянное место и ухаживают, как за взрослыми формами. Размножение усиками. Этот способ получения новых растений в сравнении с черенкованием более прост, но менее результативен. Для осуществления размножения усами нужно пригнуть вершину побега к поверхности почвы, закрепить или прижбелить ее вместе от растания усика, и набраться терпения и ждать укоренения. Укоренившийся уже побег отделяют от материнской формы и высаживают на новое постоянное место. За заботу и внимание Диплодения отблагодарит своих владельцев ярким цветением, длящимся все лето. А у нас все на сегодня. Поделиться с нами своим личным опытом или мнением можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь и вы всегда будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео и всем пока! До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok